Любой человек в течение сравнительно небольшого времени Это действительно несколько недель Может научиться управлять яхтой И не просто научиться управлять яхтой А безопасно, комфортно управлять ее Так как я являюсь инструктором в яхтенной школе И учу людей яхтингу Мне нравится, мне действительно Я получаю удовольствие от того, что я вижу, как меняются люди вокруг меня Как они приобретают новые навыки Как они становятся лучше, как они становятся сильнее на самом деле Вов, говорите станцию для лодки Александра Любой человек в течение сравнительно небольшого времени Это действительно несколько недель Может научиться управлять яхтой И не просто научиться управлять яхтой А безопасно, комфортно управлять ее Так как я являюсь инструктором в яхтенной школе И учу людей яхтингу Мне нравится, мне действительно Я получаю удовольствие от того, что я вижу, как меняются люди вокруг меня Как они приобретают новые навыки Как они становятся лучше Как они становятся сильнее на самом деле Вов, говорите станцию для лодки Александра И на каком-то яхтингу Дайте, пожалуйста, дайте, пожалуйста Каждый человек может найти в яхтинге то, что ему нравится. Кто-то уединение, кто-то активные какие-то тусовки, кто-то драйв соревнований. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Мимо регат в их классическом понимании, то есть это гонки под парусами, развиваются и другие направления в яхтинге. Это некие приключенческие квесты. Это игры. Ну вот я придумал такую игру. Назвал ее Runner. Суть игры заключается в том, что участникам нужно пройти маршрут, состоящих из нескольких парусных этапов, объединенных между собой береговыми этапами, на которых расположены чекпоинты. Это места закладки особых заданий, миссий для прохождения очередного, следующего этапа. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я хочу позвать всех сомневающихся, всех людей, которые стесняются, может быть, возможно, даже тех, кто боится воды, кто боится укачивания. Попробуйте один раз, придите, и вы все поймете, слова будут не нужны. Парусом я увлекаюсь с детства, и поэтому это вот наконец-то я смог воплотить свою мечту, и сейчас вот регулярно хожу, отдыхаю на яхте. Очень позитивно, очень классно, и драйв такой спортивный, и природа, море, солнце. Это не только лодка, это еще и увлечение, спорт. Ты совмещаешь пребывание на море, много солнца, физическая активность, движение, азарт во время гонок. Это все составляющие, которые помогают лучше всего переключаться от стресса города. Почувствовать, что вот этой лодкой можно управлять, когда она борется с ветром, с волнами, это здорово. Мне нравится сама картинка, парус, белая яхта, море, солнце. Сама атмосфера парусной яхты, когда ты в данном случае используешь какие-то природные силы для того, чтобы двигаться, это, конечно, намного интереснее, чем просто включить двигатель. Не знаю, сложнее или не сложнее, но гораздо интереснее именно под парусом. Менять паруса, это гораздо больше движения, гораздо больше драйва. Мне понравилось, вот поехал еще и еще. Как-то в 12 лет я был на морском буксире, своего дяди в гостях. Увидел ночные звезды, находясь посредине моря. Этот фрагмент у меня остался на всю жизнь, и я решил вернуться в море. Я первый раз в море в своей жизни. Я раньше очень боялась воды. Благодаря этой регате я пересилила все свои страхи детские. Я поняла, что такое настоящая романтика, что такое плыть по волнам, что такое бескрайнее море. Я счастлива.